О том, что когда-нибудь станет мамой дочки, Валентина знала всегда. Не думала, правда, что это случится так рано. Ну я как все порядочные девочки рассчитывала. Закончу институт, поработаю несколько лет, стану на ноги, а потом уже только можно будет иметь детей. Примерно это говорила Валентина всем, кто крутил у виска, узнав, что она ждет ребенка. В первую очередь против была будущая бабушка. В институте, когда я ходила только беременно, мне некоторые преподаватели подходили, зачем ты это сделала, зачем ты оставила, зачем он тебе вообще нужен. Я говорю, это мой выбор, если я захотела оставить, значит я его оставляю. 17 лет, первый курс института – работа. Беременность не изменила валеных планов. Работала до последнего, сдала две сессии. Милана при таком раскладе вундеркиндом будет, смеется молодая мама. Один ребенок, в любом случае, как бы студент или не студент, его всегда поднимешь. Все равно какие-то деньги ты найдешь именно на ребенка. Пусть на себя, может быть, где-то ты ограничишь, но ребенка ты найдешь всегда. Не хватает только времени. В академический отпуск Валя уходить не стала. Переводиться на заочное тоже. Когда мама-студентка грызет гранит науки, с дочкой по очереди сидят папа, бабушка и прабабушка. К сессии вот сейчас готовилась. Ночью не спишь в основном, потому что днем ты играешься с ребенком, а ночью сидишь, учишь. Сейчас же на работу молодых специалистов не берут, так как вот вы в декретный отпуск придете, вам потом это все оплачивают. И на работу не берут. А у меня уже будет преимущество к окончанию института, у меня ребенку уже будет три года. Счастье в детях. В этом Валентина уверена. Так же, как и в том, что братика или сестренки у Миланы не будет. Сложные роды отбили желание во второй раз становиться мамой.